Полицейские города подвели итог трех месяцев своей работы. Первый квартал 2014 года выдался напряженным. Удалось добиться снижения общего уровня преступности на 12 процентов, повысилась и раскрываясь преступлений. Однако все чаще новоуренгойцы становятся жертвами мошенников. К сожалению, таких преступлений стало больше на 10 процентов. Активно продолжается борьба с оборотом наркотиков на территории нового Уренгоя. Нередко фигурантами похоронения избыта дурмана становятся подростки. Юлия Шнайдер с подробностями. Для сотрудников полиции год начался относительно спокойно. Уровень преступности снизился, а значит правоохранителям удается поддерживать общественный порядок. Хорошими показателями отмечена и общая раскрываемость дел. Общая раскрываемость существенно улучшилась и составила 50,5 процентов. Больше раскрыто преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, причинениями тяжкого вреда здоровью гражданам, кражин и мошенничеств. Раскрыто 66 тяжких и особо тяжких преступлений, а также 10 преступлений прошлых лет. В борьбе с имущественными преступлениями прослеживается позитивная тенденция. В этом году зарегистрировано на 40 процентов меньше краж, на 57 процентов грабежей, на 33 процента разбоев. Впрочем, не обходится и без отрицательных показателей. Так не удается стабилизировать ситуацию с трудными подростками. Отмечается рост подростковой преступности в два раза. В большей степени, конечно же, это связано с одной стороны и с повышением наступательности в сфере выявления наркопреступлений. Мы отмечаем в этом году пять преступлений у нас в активе по этой линии, которую совершили несовершеннолетние. Хотя, по мнению руководителя, рано считать это нерешаемой проблемой. Необходимо грамотное распределение сил личного состава. Следует обратить пристальное внимание на наши подучетные элементы, работу в среде несовершеннолетних, разъяснительную профилактическую работу, дабы не допускать преступления в среде несовершеннолетних. А вот на улицах города стало неспокойно. На 40 процентов увеличилось количество совершенных здесь преступлений. Не лучше показателей по правонарушениям в общественных местах. Их стало больше на 19 процентов. Эту проблему, по мнению сотрудников полиции, способны решить только народные дружины. Однако, несмотря на эту неудовлетворительную статистику, прогнозы на продолжение года весьма оптимистичные. Я думаю, наши результаты будут только увеличиваться, улучшаться и качественный уровень предоставления услуг населению, которые мы оказываем, только повышаться и становиться более эффективным. Такой настрой поддержали и присутствующие сотрудники полиции. Они сошлись во мнении. Негативные показатели еще можно исправить. Вовремя замеченные просчеты и ошибки прошедших месяцев могут стать стимулом для улучшения работы. Юлия Шнайдер, Артур Цивилюк, Служба новостей, Импульс. Юлия Шнайдер, Артур Цивилюк. Юлия Шнайдер, Артур Цивилюк.